...гандистской кампании, которая была организована в связи с совещанием в Хельсинки. Нашу страну пытались обвинить в том, будто она не выполняет хельсинские договоренности. Писатель Олесь Бердник, один из тех, кого использовали в этой кампании. Впервые я задумался о тайных пружинах создания этих групп, когда разговаривал с американскими дипломатами. В Киеве тогда еще было генеральное консульство. Портер, первый консул, потом был другой, Дэвид Сортц. В беседе с ними я предлагал им опубликовать на Западе некоторые миролюбивые идеи, связанные с экологией. Но они полуиронично ответили, что такие идеи им не нужны, и старательно пытались раздобыть материалы критические, с помощью которых можно было бы предъявить советскому правительству политический счет, сказать, что хельсинские соглашения в Советском Союзе не выполняются. Ну и это меня, конечно, очень насторожило. Я видел, что за этими представителями так называемого движения в защиту прав человека стоят тайные силы. И позже, уже пребывая в местах заключения, когда я познакомился со многими так называемыми правдолюбцами, я четко уяснил, что все это движение инспирировалось и поддерживалось спецслужбами Запада. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка